Всем привет! Я не привык громко разговаривать в соборах, и если говорю, так только шепотом. Так что все, что сейчас я наговорю, я наговорю поверх записанного виде. Личевский собор посвящен Святому Чаду и Святой Марии. Его внутренняя длина составляет 113 метров, а ширина нефа 21 метр. Центральный шпиль имеет высоту 77 метров, а западный шпиль около 58 метров. Сейчас во многих английских соборах выставлены большие византийские изображения, как они их называют. По мне это что-то очень похоже на православные иконы в моем представлении. Я не буду показывать всю свою съемку собора на своем любительском уровне, так как существует хорошая виртуальная галерея в интернете. Ссылка будет под видео. Также существует в интернете страница с описанием всех скульптур собора. Ссылка также есть под видео. Я не знаток теологии. Теология – это наука о религии. Хотя для меня теология и наука – разные вещи. В свое время хорошо сказал академик Капица. Считайте, есть ли Бог? Вот это что-то мой вопрос на засыпку. Тут у меня расхождение с церковниками заключается в следующем. Они считают, что Бог выдумал человека, и я считаю, что человек выдумал Бога. Вот это и есть ответ на этот вопрос. С моей точки зрения. После этого все становится на свои места. Но я не хочу заострять на этом внимание. Если кто-то забыл или не знает, в начале христианства была одна церковь. Но в 1054 году церковь разделилась. Образовалась на востоке Римской империи православная церковь и новая западная католическая церковь в Риме. Впоследствии от католической церкви отпочковалось много других разных церквей. Протестантская, ангеликанская и много других и разных свидетелей иеговы. В феврале 2003 года под нефом собора было обнаружено скульптурное панно с изображением архангела Гавриила, как полагают, около VIII века н.э. Панель высотой 600 мм вырезана из известняка и первоначально была частью каменного сундука, в котором, как полагают, хранились реликвии святого чада. Панель была разбита на три части, но в остальном осталась неприврежденной. Личфилдский ангел был доставлен в Бирмингем для изучения, и теперь он выставлен в соборе. Большинство сегодняшних витражей в Личфилдском соборе изготовлены уже в наше время. В Личфилдском соборе хранится одна древняя Евангелия Личфилда, также известная как Книга Чада. Представляет собой Евангелие от Матвея и Марка и раннюю часть Евангелии от Луки, написанные в основном на латыни с некоторыми текстами на раннем балийском языке и датируемая примерно 730 годом н.э. Изначально было два тома, но один пропал без вести во время Гражданской войны Англии, которая длилась с 1642 года по 1652 год. Ссылка на книгу Чада внизу в видео. В соборе находится надгробие спящие дети скульптор Фрэнсис Чантли, который изготовил это надгробие в 1817 году. Изображает двух молодых сестер, Эллен Джейн и Марианну, погибших при трагических обстоятельствах в 1812 году. На мой взгляд, одно из самых великолепно выполненных в Англии надгробий. Привлекла мое внимание по ряду известных причин, которые знают мои старые друзья, отдельная часть собора, посвященная Стофаршидскому полку. Первый полк был сформирован полковником сэром Джоном Гизом, как пехотный полк сэра Джона Гиза в 1688 году, а затем распущен в Англии в 1694 году. Второй раз он был поднят генералом-люком Лиллингстоном, как пехотный полк Люка Лиллингстона, а затем распущен в Вест-Индии в 1696 году. Этот полк был сформирован в третий раз, на этот раз уже в Личфилде, генералом-люком Лиллингстоном в таверне Kings Head на Бэт-стрит. Дело в том, что вербовка в то время новых солдат происходила довольно-таки просто. Их вербовали, как правило, в различных тавернах. Подвыпивший человек молодого возраста, когда он был в довольно хорошем состоянии, его уговаривали вступить в армию. Ну, может быть, просто не уговаривали, может быть, просто хватало, чтобы он своим указателем пальцем сделал отпечаток на документе. И все, опа, и ты уже солдат. Итак, пеший полк Люка Лиллингстона был сформирован в марте 1705 года. В 1747 году он был причислен к 38-му полку. Он был отправлен в Ирландию, а затем был отправлен в Вест-Индию в 1707 году. 1 июля 1751 года был выдан королевский ордер, в котором предусматривалось, что в будущем полки больше не будут называться именем своего полковника, но будут иметь порядковый номер в зависимости от их старшества. Полк стал называться 38-й пехотный полк. Он вернулся в Ирландию в 1764 году, а затем отправился в Северную Америку. Он сражался в битве при Банкер-Хилле в июне 1775 года и в битве при Брэн-Дивайне в сентябре 1777 года во время войны за независимость Америки. В марте 1794 года приняли участие в захвате Мартиники. В Вест-Индию в мае 1796 года принял участие в захвате Сен-Люсии и Тринидада в 1797 году. После захвата мыса Добра-Надежды в январе 1806 года он отправился в Южную Америку, где полк сражался под командой генерала Уильяма Берресфорда при взятии Монтовидео в январе 1807 года и при нападении на бой на Сарес в июле 1807 года. Во время Наполеоновских войн 1-й батальон прибыл на Пиренейский полуостров и принял участие в битве при Ролисе в августе 1808 года, в битве при Вемейро позже в августе 1808 года и отступлении к Ла-Корунью под командованием генерала-лейтенанта Сэра Джона Мура в июне 1809 года. 1-й батальон также участвовал в катастрофической кампании в Вальхерен осенью 1809 года. В 1812 году Наполеон вел войну не только в России, но и в Испанию. 1-й батальон вернулся на Пиренейский полуостров весной 1812 года и принял участие в битве при Саламанке в июле 1812 года, в осаде Бургуса в сентябре 1812 года и в битве при Витории в июне 1813 года, а также принял участие в осаде Сан-Себастьян в сентябре 1813 года. Затем он преследовал французскую армию во Франции и сражался в битве при Нивелле в ноябре 1813 года и в битве при Ниве в декабре 1813 года, также в битве при Ортезе в феврале 1814 года, а также в битве при Тулузе в апреле 1814 года и в битве при Байоне позднее в апреле 1814 года. Между тем, второй батальон принял участие в сражении битвы Бусаку на португальском хребте в сентябре 1810 года и в осаде Бадахоса в марте 1812 года. Далее полк принимал участие, воевал в Южной Америке, в Индии, в Бирме, в Африке и в других войнах. Он принимал участие воевал в Крымской войне в апреле 1854 года. Он участвовал в битве при Альме в сентябре этого года, в Инкерманском сражении в ноябре 1854 года и при осаде в Севастополе зимой 1854 года. 1 июля 1881 года полк был объединен с 80-м пешим полком, чтобы сформировать Южный Стофоршистский полк. Он и сейчас продолжает воевать. В 70-х годах расстреливал католиков в Северной Ирландии. Буря в пустыне 1990 год участвовал в нападении на Ирак и в захвате Ирака в 2000 году. С 1 сентября 2007 года Стофорширский полк стал третьим батальоном Мерсийского полка. Мерсийского полка. Продолжение следует...